Уважаемый Александр Викторович, обстоятельства, которые сложились в Осетровском сельском поселении с декабря 2019 года в связи с так называемым договором между Воронежским правительством, районной администрацией и администрацией сельского поселения вынуждает нас обратиться следующими вопросами. У нас был организован и создан участок на основании федерального закона, участок под номером с кадастром 332, участок 259, которые мы образовали, которые подписали и которые зарегистрированы в Росреестре. С приходом компании Экополе началась вообще непонятная ситуация. В чем она заключается? Эти участки сельхозугодия, то есть пашня, пастбища, сенокосы, на которых по закону строить нельзя. Но почему-то в Воронежской области эти законы, этими законами пренебрегают. В чем смысл дела? Значит, Экополе я буду называть, так как они Агроэко Восток и другие названия, буду называть их, вкратце, группа компаний Агроэко. До этого они вроде выкупили участок, значит, в квартале 17-м, площадью сотни гектаров. Мы после этого долго искали землю, где она у нас пропала. У нас была земельная доля 7,5 гектаров, в итоге она оказалась на две сотки меньше. Ни прокурор, ни кадастры инженеры так этот участок не нашли. В настоящее время мы видим, что этот участок был предоставлен и выкуплен Агро Востоком, компанией Агроэко. Значит, ну вместо того, чтобы строить на этом участке, который им продала районная администрация, а вернее, как говорится, утащила у нас, значит, они положили глаз на участок, значит, который у нас был образован на кадастровый участок 332 с номером. И что в итоге получается? Выдел был произведен с нарушением законодательства, без межевого плана, без согласия с собственником. Значит, это полнейшее было нарушение. Тем более, этот участок был полностью передан в аренду. Все люди согласились. Компания, это поле, пришла на этот участок спустя 3-4 года. Значит, на основании купли-продажи они не имели права менять основание договора аренды, но они изменили. Областная прокуратура, районная прокуратура, значит, суды в Воронежской области оказали медвежью услугу тем, что начали узаканивать эти вопросы, которые были связаны с выделом. Межевого плана нет, подписей наших нет, но суды уверяют, что межевой план есть. Но позвольте тогда узнать, а где же было объявление газеты, почему кадастровый инженер не согласовал границей, и они до сих пор не согласованы. До сих пор. Это полнейшее нарушение закона федерального. Но суды, суды, суды от имени Российской Федерации продолжают утверждать, что выдел произошел с закона. В итоге условия договора аренды изменились, земельный участок изменил свои характеристики, и на 200 гектаров площадь была уменьшена. Но вместе с тем, в связи с тем, что границы не были установлены, мы потеряли еще 200 гектаров. 200 гектаров составил разрыв. В итоге, если у нас земельная доля составляла 7,3 гектара, в настоящее время она составляет 6,6 гектаров. То есть, почти гектар у нас был утащен. Ни Конституция, ни федеральные законы не позволяют без суда или без других обстоятельств уменьшать имущество у нас. Но они уменьшили. Почему? Теперь, значит, благодаря этой выписке в Росреестре, которая почему-то поставила на кадастровый счет земельный участок, делается, значит, наследство оформляется по, значит, по земельной доле 6,6 гектара. Значит, дарение происходит тоже по этой выписке из Росреестра. В итоге, правоустанавливающий документ, неизвестно по каким причинам, перестает действовать без суда и следствия. Мы считаем, что здесь нарушены наши права полностью. У нас изъята земля. На каком основании, непонятно. Значит, это первый вопрос, с которым надо немедленно разобраться по этому вопросу. Далее. На этом участке, который они забрали себе, они собираются строить и построили свинокомплекс. Может ли этот свинокомплекс существовать? Он построен на пашне. Законы, опять говорят, что на пашне строить нельзя. Сельхозаводие имеет приоритет и охраняется законом. Охраняет ли областная прокуратура и чиновники области, значит, эту землю? Нет. Им плевать на эту землю. Потому что это пашня. У нее 70 баллов, 70 кормовых единиц. Значит, без учета удобрений и прочее, значит, этот участок может давать 70 сантиметров пшеницы. Это чернозем. Но его почему-то отдали по строительству свинокомплекса. Стихийных бедствий не было, ураганов не было, наводнений не было. Значит, эта земля до сих пор в обороте. И она числится пашней. Потому что никто эту пашню с оборота не выводил. И я думаю, что задним числом ее вывести нельзя. Поэтому свинокомплекс сейчас стоит на пашне. А на пашне строить нельзя. И вводить эксплуатацию объект нельзя. Как теперь будете вводить этот объект в эксплуатацию, непонятно. Пашня есть пашня. И задним числом переделать ее во что-то другое никак нельзя. Хотя администрация, администрация района, значит, наша администрация, пытались нам сказать, что это не пашня. Что это черт знает что. Но нельзя, как говорится, голословно это утверждать. У нас есть документы, подтверждающие, что это пашня. И она, как говорится, должна храняться законом. Но почему-то в Воронежской области черноземы не берегут. Разберитесь, пожалуйста, и с этим вопросом. По этим вопросам у нас идут судебные споры. Ну, как говорится, они затягиваются. Пока эти судебные споры решали, опять же, не в нашу пользу все эти вопросы, свинокомплекс построен. Я не знаю, что с ним теперь делать. Потому что, в отличие, как говорится, генеральный план, который приняли депутаты районного совета и наши принимали участие депутаты сельского поселения, не имеет никакого отношения к этому генеральному плану. Нет у них полномочий для того, чтобы принимать решение о функциональной зоне на той земле, которая находится за пределами населенного пункта и числится в категории земли сельхозназначения для сельхозпроизводства. Не имеет права никакой депутат ни района, ни области, ни сельского поселения, значит, устанавливать функциональную зону и менять генеральный план, который у нас действовал до 30-го года. Но, превысив свои полномочия, не имея на это никакого права, значит, депутаты районного совета установили функциональную зону. Значит, дали повод для того, чтобы изменить правила землеустройства и застройки. Изменили, потому что есть генеральный план, но он незаконен. И этот вопрос требует разбирательства серьезного. Хватит нам мозги подрить в этом отношении. Мы с законами разбираемся. Если суды действуют от имени Российской Федерации, мы пользуемся законами, которые создавало Российское государство. И никто не дал права нарушать эти законы. Этот вопрос тоже требует разбирательства. В связи с тем, что идут спорные вопросы, судебные вопросы, разбирательства по этим вопросам, решили упростить эту процедуру. 1 марта и 7 июня 2023 года на кадастровом участке 259 и 332 были проведены общие собрания. Каким путем они были проведены? Значит, собранию была предоставлена выписка, где площадь уменьшилась на 200 гектаров и на другом участке на 7 гектаров. Значит, группа «Экополе» путем купли-продажи, как они объявили акции за 350 рублей, увеличили количество своих голосов на этом земельном участке. Так, значит, как можно было выкупать землю, когда идет военная операция, когда наши ребята сейчас находятся на фронте, их матери озабочены тем, чтобы передавать какие-то, хотя бы еду, еще что-то им на фронт. У нас компания «Агроэко» была озабочена купли-продажей, значит, покупала, скупала у людей землю за 350 тысяч рублей. В итоге они где-то около 10 паев скупили в 2023 году, значит, использовали для этого, конечно, не свои деньги, предполагаю так, но эти деньги могли бы свободно пойти на помощь, значит, нашим бойцам, которые сейчас находятся на фронте. Это что, предательство? Или что, как можно считать, что во время военной операции идет купля-продажа земли, скупка земли идет у нас, у населения? Тем более тут пожилые люди, некоторым 80-90 лет, у них просто их обмануть и просто решить вопрос. Далее, представитель, допустим, как ЕЦУН, Наталья Николаевна, она же работает в компании «Агроэко», и в то же время она получила около 30 доверенностей пользу «Агроэко». То есть она работает в компании «Агроэко», ну, есть данные в этом вопросе, и она же берет доверенности для того, чтобы увеличить количество голосов. Но это же нереально, это опять нарушение закона, это же какой-то подлог, но надо обратить, в конце концов, внимание, что творится на Ситровском Поздаре. Нас это сильно уже беспокоит, так? То есть эти собрания сделаны путем увеличения голосов, их легко сейчас делать. Дал мешок сахара человеку, вот его и купил голос, так и происходит в настоящее время. Но дело не в этом, потому что нарушены публичные интересы, в интересах «Агроэко», наши должностные лица, в лице Курдюковой, Светланы Александровны, Авдеева и других, работать в пользу «Агроэко». Почему? Которые депутаты, мы их избирали, а они работают в пользу «Агроэко». Компании, которой руководят, значит, люди на Кипре, так, они правда год назад у них было 90%, ну, видимо, они понимают, что немножко переборщили. Теперь у них, значит, 28%, доля, в настоящее время 23%. То есть понятно, что эту долю в уставе можно менять. Значит, сегодня у них доля 23%, завтра опять киприоты станут главными, значит, фактически эту землю забирает иностранное государство, ну, если у нас, как говорится, бывший министр сельского хозяйства хочет догнать бывшего министра сельского хозяйства в Краснодарском крае по количеству купленной земли, то таким путем, я думаю, решать они эту проблему, обманывая людей, значит, в своих интересах, эту проблему легко решить. Тем более, что представитель этой компании по доверности Шишлянникова, Людмила Егоровна, Ахвисана заявила, что они убили где-то 80 тысяч земли в них сейчас, значит, на дальнейшем они должны иметь где-то 200 тысяч гектаров. Ну, это явно, если действуют таким путем, как они действуют на собраниях у нас, в Осетровском поселении, значит, этот потолок может быть достигнут. Эта схема отработана, она отработана путем подлога, путем, значит, нарушения наших прав. Значит, когда выделялся автодор, просил землю у нас 4 гектара для дорожного строительства, то они выплатили нам рыночную стоимость и возместили убыток 4 гектаров. Каждая сотка, каждая сотка обошлась им 2000 рублей, и они нам выплатили эти деньги. У нас сейчас отбирают землю, ну, отбирают как-то, ну, неудобно сказать, сказать воруют, так, значит, бесплатно, бесплатно, за бумажку, за договор аренды, который они должны выполнять, они заплатили 16 миллионов рублей. За то, что у нас сотни гектаров отобрали, незаконно, мы не получили ни копейки, ни возмещения, ни убытков, ничего. Так больше относиться к населению осетровского поселения нельзя. Мы требуем, чтобы вы прислали хотя бы компетентных людей комиссию, которые бы разобрались с тем, что творится на Ситровском плацдарме. Далее, они бы могли бы построить этот свинокомплекс на том участке, который они выкупили раньше. Почему их потянуло на участок 332-й номер, где был прорыв, была операция «Малый Сатурн» и где остались люди незакороненные. еще в 70-х годах, когда наши трактористы там сеяли сиоку или подсолнечник, во время дождя разносился тленный запах. Останки тлели, останки там чувствовались, что они не похоронены, и они лежат там и разложились. Так, почему теперь, когда эти самые останки до сих пор находятся в земле, на этом месте стоит свинарник, свинокомплекс, так называемый. Я не говорю про технологию, осетровский дюрок, значит, мраморная свинина или, как говорится, киприотский дюрок. Это их не проблемы, технологии. Но мы говорим о нравственности. У нас отнимают родину, у нас отнимают землю, у нас отобрали отечество. Отечество, значит, это скрепы, духовные. Это когда мы чтим память наших предков, бойцов, значит, славу уважаем, значит, героев уважаем, которые пали за нашу родину, за наше отечество. Нет у нас отечества, если так будет продолжаться дальше. У нас украли. У нас не чтут память героев, которые пали на этом месте, на этом поле. Это сакральное место, но там стоит свинокомплекс. На каком основании? Мы требуем от вас, Александр Викторович, серьезно разобраться с этими вопросами, с оскорблением памяти погибших людей, героев. Там три героя подставили свою грудь под зод. Это ни в одном месте нет такого, так? Значит, памятник стоит в Дерезовке, памятник стоит на Бульчарском районе. Третьему поставлен памятник свинокомплекс рядом с мемориалом. Это что? Не преступление. Это настоящее преступление. Мы ругаем Украину, мы ругаем Чехию и прочее, что они снимают наши памятники, оскорбляют наших героев. А что у нас творится? В Дерезовке творится рядом. Разберитесь с этим вопросом. Мы требуем, что вопросов очень много. У нас все документальные подтверждения. Мы вас не утомили пока документами, но мы покажем. Если вы не решите этот вопрос, мы будем обращаться выше, выше. И это уже следственные органы. Я думаю, что уже в связи с тем, что большинство на собрании АРЭКа набрало, нелегально набрало, неправильно, в усилении наших интересов, это уже работа следственных органов, московских, федеральных и так далее. Это предательство нашей Родины, нашей земли. Поэтому мы просто пока с уважением относимся к вам и просим обратить внимание на то, что творится на Сетровском плацдарме. Это геройская земля и нельзя с ней так обращаться. Еще раз просим вас пришлите компетентных людей и давайте будем вместе разбираться с теми обстоятельствами, которые сложились в настоящее время на нашей земле. С уважением. Сергей Сергеевич, ветеран труда. Человек. Спасибо. Прекрасно.